Новости Богородского района. Богородская 43.ру Сейчас очень много идет разговоров о самой вредной сельхозкультуре – борщевике. Деревня Туманы Богородского района утонула в этом сочном и высоком растении. Оставшиеся проживать здесь пенсионеры борются с ним, каждый в одиночку, как может. В правительстве обещают помочь решить эту проблему в борьбе с борщевиком. Есть предложение – провести эксперимент в Туманах, и если здесь кто-то сможет его победить, значит и деньги будут выброшены не на ветер. В местной администрации нам не сказали ни слова об этой проблеме. Мы встретились с жителями деревни, и вот, что они говорят о борщевике. Кулябина Антонина Петровна. Всю жизнь проработала здесь, прожила и дояркой проработала. Вот борщевик выживает. И куда податься, не знаем. Представьтесь, пожалуйста, и пару слов, как вы тут живете с борщевиком. Кашина, Татьяна Прокопьевна. Мы замаялись этим борщевиком. Да даже дышать-то ведь невозможно, выйдешь, так что-то с сердцем туда же делается. А как вы с ним боретесь? А что, в этой дома только, по этому, где можно, так стеку, а что внуки помогают мне. Я сама-то что, не хожу на ногах, тут тоже с палкой, да. У дома сколько территорий, по этому, да у дороги где-то, возможно. А если брызнет, и что, так, ведь тут, да это, 35 километров, 25. Да мы не знаем, как дышать-то даже, он зацвел, так сказать, из избыта не выходим, хоть не владеем уже, выходим, сколько-то, колонки еще, так, задыхаемся от него. Я вот Руднев, Андрей Геннадьевич, проживаю в Туманах. Да, борщевиком, конечно, ядовитое растение всех заполнил, не знал, как с ним бороться. Рублю, рублю, вот лопатами все рубим, все боремся, он все равно растет, и не знал, как. И хрен его знает. Девенки маленькие бегают, ну, короче, трудно, как, не знал, как его водить, вот, как-то было. Я, Людмила, живу среди борщевика, дышу им, три раза уже вырубала, ходила до самой дороги, там картофелище бывшее, и вокруг дома все стараюсь вырубить, чтобы сколько раз обжигалось, как обрабатывают, и тогда капают, видимо, незаметно как-то брызнят и ожоги. Нина Ивановна Торхова, приезжаю сюда на лето, не на все, конечно, на месяц, на три недельки, на две, потому что на родину тянет безбожно. А когда подъезжаю, что вот таблетки пьем, чтобы не так было обидно и страшно за нашу землю, за то, что на ней вот столько сейчас растет ни пшеницы, ни ржи, ни того, ни другого, а один борщевик. И убирать его некому, и не в силах уже никто это сделать. Вот так что все очень печально. Представьтесь, пожалуйста, как вам здесь живется с борщевиком? Лямин Виктор Туманы живется очень плохо, особенно борщевик. Так-то можно жить, вода все есть, но борщевик он нас губит. Дышать особенно сейчас нечем. А как вы с ним боретесь? Как у меня старенький мазел, он повалил все пока. Вот солярки, пенсию получу, куплю, снова покатаюсь, примну. Больше все. А в огороде лопатой. Ну лопатой. Как бы китайцы здесь были, так может быть. А один много ли сделаешь? На седьмом десятке. Я слышал, что выделяется финансы на борщевиком. Мне хоть бы литров тридцать, ну хоть этот бы участок я на стареньком тракторе бревном заминал бы. Раз, два, и он не разлетался. Не знаю. Ой, вы кони, вы кони стальные, Боевые друзья на хорах, Веселее будите, родные, На погодах ровляться пора. Веселее будите, родные, На погодах ровляться пора. Мы с железным конем всех валян обойдем, Соберем и посеем и смажем. Наша хвостна земля и в роду никогда Не гулять по историкам нашим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова